Добрый день, друзья! С вами доктор Константин, сегодня тема лекции уроков следующая Шум в ушах Итак, давайте мы посмотрим сначала, что нам западная медицина говорит, на что нужно обратить внимание Потом посмотрим, что у вас точно медицина Итак, западная медицина говорит нам, что банальная сервингная пробка в ушах может вызывать шум в ушах Потому нужно что? Иногда уши промывать, либо чистить, либо гигиену ушей соблюдать Но это каждый отвечает сам Здесь нельзя для всех один рецепт Это отит, острый или хронически развивается в ушной раковине, вследствие чего такая болезнь может привести к шуму в ушах Это раздражение частой барабанной перепонки Ну и конечно же пожилой возраст может влечь за собой, что проявлять такое заболевание, как шум в ушах Либо проявляться шумом в ушах У всех это проявляется по-разному Но это нам говорит, повествует западная медицина А что нам говорит восточная медицина? Восток дело тонкое, как всегда традиционно мы здесь скажем Шум в ушах все-таки не есть тяжелым заболеванием, но есть проявлением того, что некоторые меридианы Которые простираются около ушной раковины, либо контролируют ушную раковину, либо проходят вблизи ушной раковины Также могут влиять на состояние ушной раковины Ну давайте возьмем меридиан тонкого кишечника Пожалуйста, что данная точка влияет на ушную раковину В средстве чего частые воспаления меридиана тонкого кишечника приводит к шуму в ушах Также здесь нужно знать, в каком состоянии меридиан тройного обогревателя Состояние почек, потому что, согласно восточной медицины, уши это почки И в каком состоянии почки, в каком состоянии ушная раковина Это меридиан состояния желчного пузыря, меридиан желудка Вот вам, пожалуйста, уже 4 меридиана, которые проходят в что? Около ушной раковины И в каком состоянии данный меридиан? А человек не знает Ну, сразу же традиционно мы задаем вопрос, а что вы будете лечить? Чем вы будете помогать? Ну, здесь, как мы традиционно скажем, диагностика 12 меридианов нам в помощь людям Почему? Потому что шум в ушах, это прежде всего, что общее энергетическое состояние, баланс В каком состоянии? И не я, общая энергетика А может ли данный общий энергетический баланс обслуживать человеческое тело? Вот представьте, как может обслуживать человеческое тело общий энергетический баланс Если он слабый, вялый, не хватает Потому данная точка IG-80 ухай в помощь при всеразличных проявлениях в шумах в ушах Но, если вы не можете справиться с помощью данной точки, данной информации, которую вы получили в этом видео Пожалуйста, все-таки продиагностируйте 12 меридианов И вы увидите, в каком состоянии общий баланс Главное привести этот общий баланс в норму и содержать его в норме С помощью данной информации, которую вы получили в этом видео Спасибо за внимание